Скандальные броневики Как в СУ появились чешские БМП из ГДР Михаил Жерохов Деловая столица, Украина 15 апреля 2018 года Начиная примерно с 2016 года все вопросы модернизации национальных вооруженных сил, включая закупки новой техники, были блокированы от назойливых журналистов Это в условиях агрессии войны более чем правильное решение Поэтому те крохи информации для СМИ попадают либо случайно, либо вынужденно Так стало, например, с закупкой большой партии БМП-1 из Восточной Европы Только после расследования одного из украинских изданий, которое настойчиво искало измену Пресс-служба Украбаранпрома была вынуждена провести пресс-тур и продемонстрировать новинку При том, что о том, что такой контракт заключен и выполняются, те немногочисленные военные эксперты, которые интересуются темой, знали еще осенью 2017 год Тогда на определенных ресурсах появились достаточно многочисленные фотографии автотриллеров, которые тянули корпуса БМП-1 от польской границы в направлении Житомира Сейчас уже можно говорить о том, что для возмещения потерь бронетехники Украбаранпром купил партию из 250 БМП-1 у чешской частной компании «Эксчалибурармы» Причем эти машины имеют весьма извилистую историю Фактически это машины армии ГДР, лицензионные чехословацким производством, поставленные в страну буквально перед объединением Германии имеющие поэтому пробег не более 120-150 километров В 1993-1994 годах 350 БМП-1, в том числе 66 для разборки на запчасти, приобрела Швеция До 2008 года они формально состояли на вооружении под дабы значением ПБВ-501 В 2010 году шведское оборонное закупочное ведомство ФМВ продало государственной компании ВЦЗ Министерства обороны Чехии 250 машин Официально было указано намерение использовать их частично для замены парка БМП-1 в армии Чехии А частично, в качестве источника запчастей для него же Однако почти сразу по мутной схеме госкомпания продала их частный эксчалибур армы, которая собиралась продать их в Ирак Однако в 2015 году вспыхнул международный скандал Оказалось, что возможный контракт нарушает шведское законодательство сразу по двум статьям Поскольку шведское правительство запрещает экспорт военных материалов в Ирак А ФМВ не имеет права продавать вооружение частным компаниям Новые машины получили индекс БМП-1АК, антикумулятивный И фактически представляют несколько модернизированные машины 1980-х годов с установленной цифровой связью Для того чтобы избежать проблем со шведами, была применена достаточно непростая схема, при которой чешская фирма официально продавала бронемашины польской фирме, которая уже продавала у Крабаранпром отдельно башней и корпуса Общая сборка и передача армейцам осуществлялась на Житомирском бронетанковом заводе Несмотря на то, что БМП-1 является откровенно устаревшим типом вооружения Однако практически новые машины способны значительно повысить боеспособность наших частей Особенно ввиду нехватки бронетехники на фронте Тем более что они вооружены разрешенной по Минску 73 мм пушкой Да и после окончания активной фазы войны на Донбассе эти машины могут стать прекрасной базой для модернизации с установкой новых двигателей и боевых модулей Благо инициативных разработок в этом направлении более чем достаточно от разных фирм Тот же вариант БМП-1 с двигателем Диоц ТЦД-2013А64В и боевым модулем стилет был представлен в 2016 году В новой машине много внимания было уделено комфорту десанта экипажа Была изменена система люков, что дает возможность обслуживать вооружение и заменять противотанковые ракеты на направляющих контейнерах изнутри А для эвакуации раненого наводчика-оператора теперь не надо вылезать на броню Это можно осуществить изнутри и переместить пострадавшего в десантный отдел Кроме основной броневой защиты, на БМП-1УМ установлена динамическая защита Для повышения безопасности личного состава дополнительно добавлена еще и аромидную подложку, имеющую толщину до 1,5 см в разных местах Кстати, она выдерживает прямое попадание 7,62 мм бронебойно-зажигательной пули Б-32 Такой же не совсем свежей является новость о том, что вооруженные силы Украины на пятый год войны наконец-то освоили производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин на базе Т-84 «Атлет» Фактически эти машины были разработаны в далеком уже 1997 год и по тайский заказ в 2008 году даже были приняты на вооружение После чего было построено 5 машин, 4 для Таиланда и 1 для украинской армии Единственный экземпляр был передан на факультет подготовки Национального технического университета Харьковский политехнический институт и использовался на практических занятиях с курсантами старших курсов И сейчас на фоне ремонта имеющихся в наличии 10 Т-84 оплот и возможном принятии на вооружение армии оплота МЭТ и БРМ как нельзя лучше укладывается в стратегию перевооружения танковых войск Секретом полишинеля является и тот факт, что основные танки украинской армии Т-64, Т-72 и Т-80 массово переоснащаются новой динамической защитой щит на основе уникального отечественного комплекса НОЖ Такие работы активно ведутся как минимум последний год, и так как от этого не менялся внешний вид модернизированных танков, эта информация не попадала в поле зрения СМИ До тех пор, пока не было принято решение обнародовать эту программу Причем в самый нужный момент, по принципу пусть знают Кстати, этот комплекс устанавливается и на Т-72АМТ, демонстрационный образец которых был представлен киевским бронетанковых заводом на выставке оружия и безопасность 2017 И еще как минимум 500 комплектов такой защиты у производителя, фирмы Микротек, закупают поляки Как сообщается, польские компании совместно с ХКБММ Морозова планирует модернизировать 500 находящихся на вооружении Т-72 и продать третьей стороне Учитывая тенденции, при такой степени секретности в сует такими темпами в ближайшее время стоит ждать еще не одно откровение И не только в бронетанковой области Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...